Утро это очень круто! Доброе утро, малыши! Сегодня вместе с вами Хрюша! И Антон Зорькин! Да! Только прошу меня сегодня называть не Хрюша, А как? А Мэджик Хрю! Это почему тебя сегодня надо называть Мэджик Хрю, а? Потому что я сегодня буду вместо нашего гостя фокусы показывать. Фокусы показывать? Да, да. Ну, хорошо, показывай. Перед тобой лежит карточка, видишь? Да. Теперь возьми и посмотри на неё хорошенько со всех сторон. Видишь, на ней ничего нет? Да, абсолютно пустая, белая карточка. Теперь загадай цифру от 1 до 10. Только мне не говори. Загадал? Ну, я загадаю, но хочу и ребятам тоже сказать. А ты отвернись. Ну, ладно, хорошо. Ребята, всё. Можно поворачивать? Конечно. Так, ну, теперь смотри, как я угадаю цифру, которую ты загадал. Так. Так, 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 так. Ну-ка. Пиндер, мындер, лопупиндер. Так, и что? Ну, вот можешь смотреть. Ну, у меня тут ничего не написано. Хрюша, а как ты так сделал? Эй, действительно, я ведь загадал 5 и ребятам показал 5. Ого! Ой, я ещё хочу. Покажи ещё, пожалуйста, фокус. А всё? В смысле? Я больше ничего не могу. Это... Пока что. Хрюша, а чем же мы будем сейчас ребят удивлять? Ну, я как-то об этом и не подумал. Хорошо, что я заранее об этом позаботился и позвал гостя настоящего фокусника. Вольтер, здравствуйте. Доброе утро, ребята. Доброе утро, Антон, Хрюша. Здравствуйте. Ой, ну как я рад, как я рад. Хрюша, я впечатлён. Научишь меня потом своему фокусу? Конечно, конечно. Только сейчас нужно программу спасать. Я что-то плоховато подготовился. Да, вот Хрюша решил стать иллюзионистом, а кроме одного фокуса больше ничего не выучил. Поручайте. Конечно, конечно, я покажу вам пару фокусов. Но прежде я хочу спросить вас, вы знаете, что означает слово иллюзионист в переводе с древних языков? Нет. Оно что-то должно означать, ну, как, иллюзионист, он же, он же иллюзионист. В переводе с древних языков иллюзионист обозначает играющий с камешками. Играющий с камешками? С камешками? Я, честно, даже не знал. А что такое игра с камешками, я вам сейчас и покажу. Антон, осмотри, пожалуйста, внимательно эту чашу и шарик. Проверь, нет ли там каких-то скрытых приспособлений, кривых зеркал, чего-то, что могло бы тебя смутить. Простая чаша и простой мячик. Все, что нам нужно, это внимательно следить за этим шариком. Он может быть в руке. Он может быть в чаше. И третий вариант. Я не знаю где. В кармане. В кармане? Да. Следите внимательно. Так, так, так. Где сейчас шар в руке или в кармане? В руке. Мне кажется, тоже в руке. Если его нет в руке, если его нет под чашей, значит, он в кармане. Да. Попробуем еще раз. Давайте. Рука или карман? Чаша. Хрюша, как ты думаешь? Рука. Под чашей. Ура! Антон был прав. Я специально так сделал, потому что, Хрюш, ну это нелогично. А у нас же настоящий фокусник, иллюзионист, который вот фокусы творит. А как вы так делаете? Хрюша, я объясню тебе, как это происходит. Я только делаю вид, что убираю шарик в карман. Если ты скажешь, что он под чашей, я достану его из кармана. Если ты скажешь, что он в кармане, я отправлю шарик под чашу. Поэтому все, что нужно, Хрюша, это внимательно следить за этим шариком, где он сейчас, в руке или в кармане. Да что ж такое-то? В руке. Под чашей. Попробую ловить тенденцию, упростим. 50 на 50. В какой руке? В этой или в этой? Вот в этой. Или в этой? На чаше. Ой, серьезно? А как так? И последний раз. Красиво. Где сейчас, рука или карман? Карман. Я уже не знаю. Подсказка. Чаша. Правильно. Желтый. Заметили этот момент? Здорово. Хрюша, только я хочу тебе показать, что пока ты говорил, в чашу появился еще один. Я стою тут в 10 сантиметрах, не понимаю, как это работает. А давайте я вам свой секрет раскрою, а вы меня научите этому фокусу. Давайте. Договорились, Хрюша. Но прежде, начинающий маг, ответь мне, какие волшебные заклинания ты знаешь? О, я знаю такое. У него есть. Тындер, мындер, лапупындер. И еще абракадабра. Да. Абракадабра? А знаешь ли ты, что в переводе с древнеарамейского абракадабра означает «я говорю и творю»? Ух ты, да? Нет, я этого не знала. А я думал, это просто какой-то набор букв. Абракадабра? Нет. Нет. А как переводится? Говорю и творю. Есть еще Сим Салабим. Сим Салабим часто встречается в арабских сказках, где происходят различные чудеса. И поскольку они там происходят, фокусники всего мира позаимствовали это волшебное заклинание для своих выступлений. Давайте попробуем использовать все волшебные заклинания в следующем фокусе. Давайте. Для фокуса возьмем обычную газету и воду. Так. Ребята, попробуйте обязательно повторить этот фокус у себя дома. Все, что нужно сделать, это налить воду в газету. Ой, подождите, сейчас она разогнет. Ой, 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 ой. Так, чтобы всем было видно, что она туда действительно заливается. Видно, как заливается? Почему не выливается? Волшебное заклинание. Абракадабра. Тиндер, мэндер, лопупиндер. Если оно сработает, то вода исчезнет из газеты. И более того, мы сможем показать, что все листые газеты остались сухими. Как ты думаешь, Хрюша, можно ли сделать так, чтобы вода вернулась вновь? Не знаю. Ну как же, наверное, надо произнести волшебные слова. Верно, Хрюша. Тиндер, мэндер, лопупиндер. Так, всем слабим. И если ваши заклинания сработают... Ух ты! Здорово! Интересно! Вот это да! Мне учиться еще и учиться, быть фокусником. Хрюша, тебе надо еще потренироваться, прежде чем будешь называться Мэджик Хрю. Хорошо. И все я буду выкладывать на свою страничку в Инстаграме. Хрюша, нижнее подчеркивание, класс. Подписывайтесь. Вольтер, спасибо, что пришли сегодня. Спасибо большое за приглашение. Ждем вас еще в гости. Ребята, а вы живите активно и мы сидите позитивно. Увидимся на канале... Карусель! Карусель! Карусель!